добрый вечер владимир владленович здравствуйте ну вы как барабанщик группы адовый мужик уже серьезным стажем игры можно вот я вам задам тут несколько вопросов удобно да скажите пожалуйста вот вы помните в каком году был первый ваш вот концерт вот это в юношестве было или как вообще в ребячестве там смотря на чем на барабанах естественно на барабанах 10 классе я играл в школе поставил под это под рабочий поставил стул учебник в общем и играл там песню сочинили 3-4 песни мы сочинили играли в общем про нирвану играли в стиле гранж играли а песня про нирвану там про нирвану потом песня называлась весна одна песня называлась там вторая что-то там про курта кобейна и шутоке там еще были а это баяни еще и работа начали на барабанах на баяни а как группа назывался в вашу строю было до vio и а школа 37 а еще нет как-то попадалось ваше выступление в городе ливны какие-то там ковер-версии на группу кино вы что-то там играли это уже какая группа была санскрит группа называлась круто играли мне понравился группа играли постпанк такой классный такой хороший мне нравился играли гитариста сыграет там в этой группе хитнес-клаб басис тоже был классный вообще нормального группа была мы там выступали по брянску ездили в ливны ездили барле выступали играли хорошо мне не нравился вокалист такой был сильный такой у него голос ну круто круто было но вот в основном вам доводилось на каких вот ударных установках играть отечественного производства или как-то разных не могу я откровенно говоря особо не разбираюсь вот в качестве барабанов означали на каких-то дровах там помню мне батя подогнал с работы там это установку и вот мы играли в конец не убили группе пролом нас было не атаку то даете предпочтение вот каким барабаном какие вот по-вашему такие топовые амати были барабаны у меня хорошие барабаны были а по железу вот какой железо тарелки зилжин зилжин нравится да звук сам звук они крепкие довольно таки ну классный мне прет это зилжин мне почему-то нравится больше всего ну а кардан вот какой фирмы вы используете я не помню даже а сейчас скажу этот не аэрокобра у вас точно нет когда на меня же старый надо его менять а то что то ноги не поспевает уже быстро играть основном пружинка гибралтар гибралтар а как вообще тяжело на кардане научиться играть да нет при желании всего можно не ну сидишь играешь играешь по чуть-чуть но я особо не репетировал как-то само пришло то есть он тяжеловато нет ну надо кому как у каждого разные способности то есть барабана барабан вообще что сложный инструмент довольно таки там нужно человеку больше чтобы было но функцию него там ну разноплановость такой разноплановый человек координация должна быть хорошая и надо сочетать все это как руки ставить на руки например не поставлены я не считаю себя там крутым барабанщиком просто как бы играю там в ритм и руки ставить сейчас этим некогда заниматься а как вот вам удается так вот дыхание не сбивать на быстрых а ритмовых там партиях там вот вы можете видел он там лупить по полчаса без передыху дубасишь там и дубасишь там когда если нормальный ну хороший барабанщик он особо и не устает не он не напрягается он бьет как плетью то есть но ты же хорошая координация то есть удар да он не должен вставать на самом деле если хороший барабанщик у кого меня себя тоже не отношу то есть играешь как бы все удовольствие руки не напрягаются все так чётенько youtube испытываешь удовольствие как бы от игры я счет этого не устаешь просто удовольствие получаешь и все но как вот вы считаете в барабанной партии вот кода и вступление это важные вещи да все важно можно начать ему фишечку сделать одну там в песне переходе можно и дурить на держать он переходит там выйдет надо находится барабанщики которую что-то доработали нравятся барабанщик металлик и там тоже такие барабанщик но барабанщик такой этот large壥лик которого но видите что он играет и у него стиль видно что в наружу несleep нужно другим но и есть свой стиль или там была 72 стараться чем в лимбийских хороших работает их надо гр sold right игра и드라 не свою но видно что чуть ребята работают в общем красиво девistä ну не знаю что это мое мнениеistic отклижет технику игрыuck а в � Ryan день Не то что техника, а своя подача. Не сычнят какие-то партии, а там переходят и сделали какую-нибудь красивую, интересную, где я раньше не слышал, грубо говоря. Сейчас я слушаю группу Наив, усиленно, не знаю почему-то про ностальгия напал, просто слушаю. Тоже барабачили скажут, что там великий, ну блин, играет круто. У него своя тактика там игры. Переходики такие вроде, блин, классные, просто сидишь. Хотя видно, что самоучка тоже такой вот, ну нравится. Ну понятно. Красиво, красиво. Владимир, а вот можете сейчас вот быстро навскидку сказать 10 ваших любимых песен, 10 групп и их любимых песен? Ну вот Наив я слушаю сейчас. Что нам делать, как нам быть? Мое сердце не остановилось. Нирвана с Масла Тин Спирит, Литиум Нирвана, из Репчика моя игра, Каста, уберем это на улицах. Что там еще? Пантера тоже, Вок, песня. Да много вообще, не знаю. Но вы меломан, да? Да я все слушаю, как бы можно. Мне вот это, например, с Папсы нравится, ну не то, что мне там нравится, а вот мне нравится песня, этот, как же группа-то называется, поет там мужик здоровый и девушка. Там у них вот эта вот песня, мне нравится, мама, что-то там, на кухне с мамой сидим, что-то там, за столом. И там круто все сделано, но я просто смотрю, как-то года три назад, наверное. Какой-то Эльбет, а ты такой, красивый, с барадой, мечтаю о дуэте. Нет, нет, подожди. Сейчас скажу, какая группа попсовая. Вот эту песню прям просто тащишь, когда я слышу парадию, не знаю почему. Она попсовая, но там тоже только сделано, барабаны живые, барабаны, что-то куда-то. Настя, Потап и Настя, вот. Про вот эту вот, вот эту группу. Вот одна песня мне нравится очень сильно. А вот есть сейчас модная певица Гречка. Знаешь такое? Да, ну вот одну песню я слышал, мне нравится тоже. Только одну песню я слышал, по радио. Когда там про бомжей и когда они на улице. Ну понятно. Короче, Монеточка и Гречка это вот у тебя сейчас. А, да. У тебя сейчас рейтинг бьют, да. В машине, наверное, самая любимая твоя песня. Нет, это Монеточка поет, а этот, да? Ну, без разницы, не знаю, какая разница. Вот эта песня крутая. А как вот ты считаешь, что вот такие вот Гречка и Монеточка достойны находиться в зале рок-н-ролла? В зале славы рок-н-ролла? Не мне решать. Не тебе решать? А как, ты что думаешь, что до сих пор там решалы какие-то решают или бабло решают? На самом деле, вот я слушал недавно интервью в Дудя с этим вот, группа называлась «Горьковая» и вот этот там, как его, «Александр Маршал». Вот он правильные вещи. Блин, вообще, как бы там кто к нему ни относился, ну, мужики уже прожили жизнь в этом, проварились эту всю кашу, они знают, о чем говорят. И они говорят просто, вот Дудя он все время сбивает, как бы, да, там, пытается сбить, человека как-то там подколоть, не то, что подколоть, как-то вот сделать ему, нажать на его болевые точки. Он сразу хорошо выкрутался, вот он рассказывал, например, про Нирвану, да, типа, когда он попал, он был на концерте Нирваны, то есть, этот, Маршал, в то время, когда у них группа была в Америке, ну, была на подъеме. И он говорит, типа, блин, потом вот Нирвана все заслонила, ну, это как же так, ну, он говорит, я был на концерте Нирваны, я просто охренел. Мы, в общем, там играем глэм-рок, да, там все у нас, там, декорации, все такое, все, готовимся, там, наряды, играем все круто, вот, а тут какой-то, типа, ну, блин, какая-то лампочка стоит, играет, там, курт в этой, в рубашке, и все бесятся, какие-то круги там разводят, вообще, ну, просто вот гранж, там, в рубахах, там, каких-то, там, таких вот этих, клетчатых. И, типа, ему там один умный человек сказал, говорит, какие наркотики, такая и музыка, вот так вот, то есть, а, еще до этого, за два года, до того, как, ну, 91-го года, ну, когда вот Нирвана, да, там бахнула, ему там один сказал, продюсер, сейчас все поменяется, формат, в MTV все поменяется, как бы, и все будет по-другому, то есть, может быть, с другой стороны, все это, как бы, и, ну, сделано. Мы-то не знаем, мы-то не можем знать, мы... Не, ну, а как вот ты считаешь, что вот новая волна панк-рока будет или нет? Ну, она все время меняется, там, пост-панк, поп-панк... Конкретно мертв. Да я не думаю, вот эта группа... Сцену захватили, блин, только команды, в которых вкладываются деньги. Ну, ну, наив тот же самый, дает концерты. Блин, все люди приходят, я с удовольствием сам сходил бы на наив. У наива наработанная аудитория, это группа с десятилетней историей. Да какой-то 20-летней историей. С 20-летней, а 10 лет они уже плотно на сцене торчат. Нет, ну, вот эта группа, как ее называют, не Элизиум, тоже играет там порнофильмы. Ну, вот тебе новая волна панк-рока. Это не новая волна панк-рока, они уже выдыхаются. Это не новая волна. Я не слежу, честно могу сказать, я не слежу за панк-роком. Я уже слушаю, что нравится, знаешь, там, что ты слушаешь, ты что, панк-рок или панк-рок? Блин, я слушаю уже панк-рок. Ну, ладно, давай вопрос стандартно зададим. Нужен ли нашему обществу новый рок-герой, скажем так? Да, только где его найти? Нужен какой-то новый интересный человек, может быть, новый формат. Вот каким он вот должен быть? Вот как ты считаешь? Необычным, потому что сейчас все необычное притягивает, и это правильно на самом деле. Ну, то есть фриком каким-нибудь, что ли? Не обязательно, нет, он должен делать необычные вещи. Он должен повести народ за собой? Может быть, он будет выходить как бы в этом, во фраке, да, и читать стихи там, да, красивые с панковской подачи. Но у него должны быть правдивые стихи или опять приукрас вот этот? Правда, она у всех разная, вот и все. Нет, ну он должен честно говорить, правду матку резать. Нет, ну насчет чего? Я тоже тебе могу сказать правду, с которой ты не согласишься. Ты мне скажешь другую правду, с которой я не согласишься. Ну вот как там Цой вот пел в начале своей карьеры? Мои друзья шагают марш мимо пивных ларьков. Это ж правда, правда. Но сейчас вот такого ж не любят. Сейчас любят, блядь, мои друзья едут на Бентли, и бабло кидают в форточки. Вообще плохо, ну то человек бухает, а то на Бентли едет, есть разница. Но это же неправда, твои друзья не могут ехать на Бентли, если ты рок-герой, честный. Блин, ну не знаю, как тебе рок-герой? Ну подожди, а вообще честность рок-герой? Тот же самый Exploited, я думаю, что ездит на Бентли. Никогда они не ездят на Бентли. Да если откуда знаешь? Потому что я слышал интервью. Да, ну ладно, дай бог. Тот же самый Sex Pistols, Мальком Макларен там создал группу. И между прочим, Exploited, когда смотрели клипы российских групп, их зацепил, блядь, кстати, Ступа, просто потому что он сидит на гитарке, вот говорит, наебывает. Во, вот этот парень. Ступа, да, вот Ступу он ему брал. Значит, это правильно. Чем проще, блядь, тем лучше. Будь попроще, и люди к тебе потянутся. Кому как. А если вот на этом пафосе, да на Бентли, да с сигарой, ну всем будет просто завидно, да, это красиво, но это зависть людей будет глы... Ну а ты не завидуй. Ну как не завидуй. По радости за людей, что ли на Бентли. Да всем же интересно, откуда ты, блядь, денег заработал на Бентли. Заработал свои головы. Ну существует же мнение, что проникают, блядь, на сцену, вот на папсу только через постель. Да, есть такое мнение. Может быть и так. И в кино так же. Может быть и так. А может быть и не так. А вот недавно, а ты не смотрел сериал новый вышел, блядь, Мелодрама называется? Вот там все очень четко показано. Да еще до такого абсурда доведено, что может на самом деле это так есть. Посмотри, ты очень удивишься. И без цензуры смотреть. Ну может быть так. Я не спорю как бы. А может быть и не так. Не все же, не все прям все по стандартам. Чем жизнь прекрасна. Вот тебе и есть рок, да, что он не по стандартам там идет. Кто-то через постель, кто-то так, а кто-то так, а кто-то вот своей правдой. Да, вот тупо то же самое. Вот этот рок-н-ролльчик был настоящий. Вот он жил через подъезд от меня, да, там, грубо говоря. Вот он умер, его знала вся страна, он ходил пузырьки пил от Гербатона во дворе там. Стоял пьяный в говно там. Я его вижу, он, блин, то ли человек, то ли чудище идет с такими волосами. Ну то есть он пил там, не знаю, какой день. А его люди там, блин, на концертах, ну насколько я знаю, там, блин, ну он действительно сильный поэт, как музыкант то же самое. Ну вот тебе герой, правда, ушедший. Ну как тебе сказать? Ну герой какой-то. А волна новая, там, порнофильмы, да, например. Ну как новая? Ну это все уже объезжено 10 раз, спеты, перепеты. Ладно, Вов, тут дело не в этом. Вот как ты думаешь, чем вот можно зацепить молодежь? Я не знаю. Вот, вот, вот вопрос. Вот допустим. Не, ну они сейчас все, понимаешь, люди сейчас, молодежь у всех разная. Мы были там молодежью. Ну тебе вот и мне что было надо? О, в городе концерт. Вау, все идем на концерт, да. Это было круто, там, помню, таракан. Там такие толпы валили, блин. Да, толпа, пуп. Ну в то время такая музыка была на волне. Сейчас рэп на волне. Ну чем плохо, не знаю. Я вот позитивно ко всему отношусь, как это звучит, по-панковски, не по-панковски. Ну по большому счету, блин, ну пусть молодежь покайфует от рэпа. Не знаю, у них свои фишки, но свои фишки были. У кого-то, а мы, говорят... А ты не считаешь вот этого рождения? Чего? Как чего? Молодежи? Молодежи. Чем меньше смысловой нагрузки, тем, по-моему, блин, хуже. Ну какая смысловая нагрузка? Ну, предположим, что какая смысловая нагрузка? Что вот жизнь дерьмо, и все мы пьем, да, и она будет смысловой нагрузкой. Или жизнь крутая, и мы занимаемся спортом. Тоже смысловая нагрузка. Правильно? Ну согласись. Ну да, да. Ну да, и с другой стороны, человек вот стоит, да, он чистый человек, молодой. Он думает, так, жизнь дерьмо идет по пути. Жизнь дерьмо и не все мы пьем. Или идет по пути, жизнь кайфовая, мы занимаемся спортом, там, поэзией, не знаю, саморазвитием. Я буду рад в него, если он поддерживает. А ты знаешь, Вов, что ЗОЖ придумали владельцы концернов, продающих спортивное питание. Так и рок-н-ролл, банк-рок тоже придумали, чтобы одежду сбагрить. Сокс-пистолс. Ну, вот тебе и все. Макларен, да. Макларен, да, ну вот. Магазин, и не он свой секс-шоп. Видишь, и чувак протолкнул свою одежду, говорит, блин, это люди там сидят умные, и они действительно гениальны. Вот Макларен, вот это все продюсеры, они там чуваки сидят, нигде не светятся. Чук-чук-чук, ага, вот эту фишечку запарили, людям удовольствие доставили. Все, блин, банк-рок, новая мода. Она, кстати, банк-рок уже присутствовала, он до сих пор существует, да, там, и сколько он уже, 60-70-х годов, он там херачит они. Да, вот тебе моду эти, как его, косухи до сих пор носят люди. Вот и все. Ладно, вот, спасибо, очень содержательно. Как все, охерена, ребята, слушайте панк-рок, стремитесь к лучшему, приходите к нам на концерт «Адового мужика». 12 апреля мы все летим в космос, присоединяйтесь. Субтитры делал DimaTorzok